«Американские сенаторы не смогли принять пакет законов, чтобы защитить иммигрантов, которых в США называют дримерами, то есть мечтателями, и которые попали в страну ещё в детстве. Не хватило 60 голосов, чтобы продвинуться по четырём предложениям. Одно из них поддержал Дональд Трамп, и два согласовали представители обеих партий». «Прекратить цепную миграцию, отменить визовую лотерею, открыть дорогу к гражданству для 1 миллиона 800 тысяч дримеров, включённых в ДАКа. Это всё. Это единственный план, который станет законом, поскольку президент сказал, что подпишет его. Это ваш последний шанс проголосовать за закон для людей, для которых мы так сильно хотим справедливости и милосердия, хотим вывести их из тени». «Единственная причина, по которой Сенат не смог достичь двухпартийного соглашения в вопросе ДАКа, это президент Трамп. Президент Трамп создал эту проблему, отменив программу ДАКа в августе прошлого года». Голосование состоялось после того, как Дональд Трамп назвал главное двухпартийное соглашение по ДАКа полной катастрофой, а Белый дом преградил наложить на законопроект ВЕТА. На своей странице в Твиттер президент так отозвался о соглашении, цитата, «Это обеспечит широкую амнистию, под которую подпадут и опасные преступники. Стены не будет, расширится цепная миграция, визовая лотерея сохранится». В другом твите он написал, цитата, «Лотерея, продолжение смертоносной практики поймал, отпустил, запрет для полиции действовать даже в отношении будущих нелегальных мигрантов. Если проголосовать за эти поправки, это будет голосование против сил безопасности и голосование за открытые границы». Закон ДАКа защищал от депортации 1 миллион 800 тысяч мечтателей. Он давал им право два года оставаться в США с возможностью работать. По окончании срока его нужно было продлевать.